Для разборки iPhone XS нужны следующие инструменты. Отвертка трехлепестковая 0,6 мм, пятизвездочная 0,8 мм и отвертка крестовая, пинцет, пластиковый медиатор, пластиковая лопатка, присоска для снятия дисплея. В описании под видео я оставил ссылки где можно купить все необходимые инструменты и заменяемые части для iPhone XS. Прежде чем приступить к разборке отключите iPhone и извлеките лоток сим-карты. На нижней части корпуса возле разъема для зарядки открутите два винтика с помощью пятизвездочной отвертки 0,8 мм. С помощью обычного фена прогрейте лицевую сторону дисплея в течение минуты. Прогревание дисплея поможет смягчить клей и процесс скрытия корпуса будет намного легче. Фиксируем присоску снизу дисплея и тянем за кольцо вверх. Далее берем пластиковый медиатор и пытаемся продавить его между дисплеем и корпусом iPhone. Я не рекомендую использовать железные предметы для вскрытия корпуса, если нет под рукой медиатора можете использовать любую тонкую пластиковую карту. Теперь, когда получилось подеть дисплей, аккуратно не спеша отклеиваем дисплей от корпуса iPhone. При раскрытии корпуса откиньте дисплей в правую сторону, то есть раскрывается корпус как книга. Далее откручиваете четыре винтика на железные панели с помощью трехлепестковой отвертки. И один винтик с помощью крестовой отвертки. Теперь отключите шлейф батареи от основной платы iPhone. После этого отключите три шлейфа дисплейного модуля. Разборку iPhone XS для снятия материнской платы начнем с демонтажа задней камеры. Это рекомендуется сделать потому как два шлейфа модуля камеры расположены достаточно близко к материнской плате и они будут препятствовать нормальному извлечению платы без риска повредить шлейфы камеры. Открутите два винтика и снимите железную панельку. Отключите два шлейфа камеры и аккуратно поддеваете корпус камеры сбоку и извлекаете камеру. Отключите семь шлейфов от материнской платы iPhone XS. С помощью плоской отвертки открутите винтик, а после этого снимите железную панельку. Под железной панелькой находятся два шлейфа. К этим двум шлейфам достаточно сложно подобраться и практически невозможно отключить их с помощью пластиковой лопатки. Поэтому прибегая к железным инструментом крайне осторожно отключаем эти два шлейфа. Откручиваем два винтика с помощью кристовой отвертки. Под одним из винтиков расположен железный усик, не теряем его при разборке айфона. Освобождаем материнскую плату от фиксатора-считывателя сим-карты. Теперь поддеваем материнскую плату и аккуратно извлекаем из корпуса айфона. Ссылку, где можно будет купить материнскую плату для iPhone XS я оставил в описании под видео. Более подробную информацию, из чего состоит материнская плата iPhone XS, компоненты и опыт ремонта вы найдете на нашем сайте, ссылку я оставил в описании под видео. Если вы заменяете материнскую плату на iPhone XS, также необходимо будет заменить модуль FSD и датчик внешнего освещения, который установлен на дисплейной модуле. Это при условии, если вам нужна функция распознавания лица. То есть, покупая новую материнскую плату где-то на разборке, ищите комплекты платы с модулем FSD и датчиком внешнего освещения. В противном случае, если вы купите только новую материнскую плату с любого другого айфона и подключите ее к вашему модулю FSD, то функция распознавания лица работать не будет. Модуль FSD с завода подшит к материнской плате iPhone XS и только с ней в паре будет работать функция FSD. Приступим к установке материнской платы. Установите плату и проверьте, чтобы все шлейфы были над материнской платой. Подключаем первые два шлейфа, которые находятся в углублении. Теперь необходимо установить железную панельку сверху этих двух шлейфов. Аккуратно просуньте металлическую панельку под шлейф в модулях FSD. После этого необходимо вставить край этой панельки в корпус держателя основной камеры. Сбоку держателя камеры есть специально отведенное отверстие для этой панельки. Прикрутите два винтика к материнской плате. Прикрутите два винтика к материнской плате. Кроме шлейфа батареи. Установите железный осик и прикрутите сверху винтик. Установите заднюю камеру и подключите два шлейфа к материнской плате айфона. Сверху установите железную панельку и прикрутите два винтика. Теперь можно подключить дисплей и протестировать как работает айфон перед окончательной сборкой с проклейкой корпуса. Чтобы протестировать айфон подключите три шлейфа дисплея и только после этого подключите шлейф батареи. Переворачиваем корпус, но не прижимайте его, просто переверните. Включите айфон и при необходимости установите сим-карту. Тестируем айфон и если все работает исправно, переходим к окончательной сборке с проклейкой корпуса. Удаляем с корпуса айфона старую клейкую ленту. Теперь с помощью обычной ватной палочки и медицинского спирта протираем корпус в том месте, где была нанесена клейкая лента. Берем специальную водостойкую клейкую ленту и наносим на корпус айфона. Ссылку где можно купить такой стикер я оставил в описании под видео. С помощью этой ленты вы сохраняете благоустойчивость вашего айфона. Подключите три шлейфа дисплея к основной плате айфона. Теперь можно подключить шлейф батареи. Установите железную панельку и прикрутите пять винтиков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Переворачиваем дисплей и прижимаем к корпусу. Вы также можете услышать характерные звуки с клопывания корпуса. После прикручиваем два винтика возле кинезда зарядки. Устанавливаем сим-карту, включаем айфон и пользуемся. Продолжение следует...